А вот это находится в деревне Каменка, которая находится в нашем городском округе. Плотина и лесопильный цех у них. То, что было более двухсот лет назад, сейчас можно увидеть своими глазами. Эти чертежи были найдены совсем недавно в Государственном архиве Екатеринбурга. До этого дня их никто не видел, говорят участники проекта «Урал Гидра». Именно они нашли старинные документы. Скорее всего, они раньше хранились на заводе до 1918 года. Я так думаю, это предположение. Мы не краеведы, видите, мы технарии. Технические работники занимались своим научным проектом, в рамках которого им предстояло доказать, что все водоемы в Первоуральской местности были гидроаккумуляторами. Перебирая документы, наткнулись на интересные чертежи. Поразило качество исполнения, то есть больше двухсот лет. Мы это снимали, сканировали с оригинала все. И, значит, эта картинка получилась очень качественная и удивила качество исполнения тех ребят, тех мастеров, чертежников, которые делали это все досконально. Оригиналы получить не удалось, а вот отсканировать документы получилось. Тогда было решено передать карты в библиотеку. Их уникальность заключается для нас лично в том, что нет в книгах, которые у нас имеются. Копии от оригиналов отличаются лишь качеством бумаги, все остальное сохранено. Надо вникнуть, ведь здесь разъяснение, где есть что. Это вот надо посмотреть, где что было, может быть, сравнить с сегодняшним состоянием, а что, собственно говоря, из того, что там было на сегодня есть, или только сохранилась вот одна плотина. Сейчас краеведам библиотеки предстоит большая работа по изучению старинных карт, ведь такого материала Первоуральски еще не было. Вот, это и есть оригиналы. Это один в один. Вот именно так они и выглядят. Вот мы их в руках держали, они довольно на плотной бумаге сделаны. Вот так же и нарисовано. И тут мы никакие цвета не добавляли. Ближе к декабрю сотрудники библиотеки хотят подготовить научный материал, исходя из новых документов, и озвучить его на шайтанских чтениях. Ну а в скором времени каждый первоуралец сможет посмотреть карты, узнать, какое производство было 200 лет назад на Первоуральской земле.